зима в этом году была экстремальная практически без снега довольно таки теплая и больше похоже на осень то есть постоянной дожди нашим растениям пришлось не сладко вот перед вами грядка с крупноплодной садовой земляники этой земляники три года я держу по три года и она у меня последний год на гряде вы видите пожухлые листья листьев очень много здесь осенью была шикарнейшая высокая густая листва листья на земляники я не срезаю далее только по краю старые листья всю остальную листву я оставляю и вот благодаря такой вот шикарнейшей листве которая погибая закрыла всю землю таким плотным ковром сохранились сердечки сохранилась точка роста у земляники сейчас земля еще промерзшая насекомые еще не вылезли и роста еще нет но уже пора наводить порядок на плантации что мы делаем вот такими граблями мы счищаем все листья не свеша аккуратненько листья лучше жечь компонтировать их не стоит поскольку на них может могут сохраниться споры заболеваний а также эти кладки вредители могут также находиться и какие-то вредители после того как я убрала я начинаю вырезать старые погибшие и померзшие листья вот так не спеша вокруг сердечко я обрезаю все листья особенно вот пристамый корешок вот такие вот гнилые листья все вот так вот аккуратненько я обрезаю кустик за кустиком остается только живая розетка вот еще один кустик вот так по серединке по краешкам все я удаляю особенно обращаю внимание на вот эти вот погибшие черные днилые уже полу разложившиеся остатки листья вот так вот все обрезано все удалено так вот куст за кустиком полностью я удаляю стараясь не повреждать розетку подкармливать сейчас ее совершенно бесполезно во первых она еще не растет а потом земля промерзшая вот так вот я обрезаю кустики от листьев и дальше вот так опять же этими граблями грабли очень удобные я прочесываю плантацию и удаляю срезанные листочки что дальше поскольку насекомые еще не покинули свои убежища поскольку они практически все зимуются в почве проводить обработки от насекомых еще рано такая нестандартная весна и поэтому сейчас погода позволяет сделать только обработку от грибных заболеваний я буду обрабатывать хоросу можно использовать хом оксико оксихом любой из этих препаратов но когда земля оттает я не буду торопиться с химической обработкой у меня есть свой секрет я делаю глубокую перекопку грядки около куста я вам покажу я перекапываю потихонечку буквально на два сантиметра постепенно углубляясь и между ряде уже перекапываю на полный штык что у меня получается жуки зимующие в земле еще не проснулись и они оказываются после перекопки наверху птицы их тут же собирают или они попадают под возвратные заморозки и также погибает и еще раз эту процедуру я повторяю глубокой осенью перед самыми заморозками когда жуки ушли на зимовку в землю и перекапывая я их таких вот с теплых глубоких слоев земли опять вытряхиваю на наверх и они уже погибают от того что замерзают зимой и вот этот практически из года в год мне позволяет нельзя сказать что полностью я избавилась от долгоносика но клубничного земляничного долгоносика у меня очень мало и и существенного вреда земляники он не приносит ну а если вы хотите то обрабатывайте после того как земля тает и температура повысится почвенная где-то до 10 градусов начнут отрастать листья это химические препараты фуфанон актелик актара если у вас особенно есть клещ и позже уже когда выдвигаются букв тонны если у вас клещ и долгоносик можно обработать уже биологическими препаратами это битоксибацелин и фитоверм вот такие сейчас работы на плантации клубники